Играет музыка Оууе Ну здравствуйте ребята Ну раз уж пошел такой дришь Вспомним игру С которой серия Мана Начатая как ответвление от Final Fantasy Зажила своей жизнью И стала собственно серией Знаете, наигравшись во всякие там Люфи и прочие ролевушки на Снесс Я только сейчас прихожу К осознанию того, насколько же круто Secret of Mana выглядела графически для того времени. Большие анимированные спрайты главных героев и даже противников, обилие всяких разных неиграбельных персонажей, потрясающие отрисованные локации. Игрок полюбуется и на лесную глухомань, и на цветущую сакуру, и на крепость маны в стиле хай-тек. В визуальном плане сеттинг детской сказки выдержан идеально. Что же, казалось бы, может испортить впечатление? Ну, стоит эту сказку открыть и почитать, и сюжет определенно не самая сильная сторона Secret of Mana. Скорее, самая слабая. Игра очень уж напоминает ранних представителей жанра, где сценарий подавался игроку лишь дважды, в начале игры и в конце. Между двумя этими точками находится геймплей, в котором игрок предоставлен сам себе, иногда отвлекаясь на чтение диалогов. Но даже в этих редких вспышках сюжета нет ничего экстраординарного. Мир игры и творящиеся в нем события обрисованы очень широкими красками. Есть некие главные герои в количестве трех штук. Есть некая злая империя, вот-вот готовая поработить все человечество. Есть некие повстанцы, недовольные проводимой империей внешней политикой. Даже местный сюжетный поворот настолько классический и шаблонный, что его отсутствие больше бы сошло за оной. Нет никаких оттенков серого, все истинно черно-белое. Есть очень плохие парни, жаждущие все сломать. И очень хорошие, жаждущие не дать плохим все сломать. Вот и весь сюжет Secret of Mana от корки до корки. С протагонистами ситуация не лучше. Всего их трое. Рэнди. Обычный, казалось бы, подросток. В отличие от собратьев из других игр того времени, хотя бы разговорчивый. Жил самой обычной жизнью до тех пор, пока не вытащил из камня волшебный меч и случайно не наслал монстров на родную деревню. Хоть атаку и удалось отбить, жители решают выселить паренька из села, дабы монстры гонялись только за ним одним, а не за всем населением. Прим. Девушка из соседнего королевства Пандора, которая носится по всему миру в поисках своего парня Дайлока, которого похитил Танатос, злой прислужник злой империи. Попой. Безмерно забавный спрайт и главный пакостник на районе, которого аж северных земель принесло течением в деревню карликов. Начинает свое приключение с амнезии, от которой, как ни странно, довольно быстро излечивается. Вроде бы все не так уж и плохо, но беда в том, что это не краткие описания персонажей, а их полные биографии, которые от начала и до конца игры пополняются ну от силы еще пары предложений. И имею ввиду, событий в сюжете почти и не происходит. Все, что нужно сделать команде героев, посетить 8 святилищ маны, восстановить святой меч, который герой вытащил из камня и сразить им злодея. Что-то мне это напоминает. Из-за этого персонажам некуда развиваться. Вот их характеры и стоят столбами. И это самое обидное, ведь колоритное трио главных героев действительно заслуживало лучшего обращения со стороны сценариста. Чего стоит только вреднючий спрайт, порождающий забавные казусы на регулярной основе. И ведь небось половина всех недостатков произрастает из английского перевода, который сам Тед Волси называет одной из худших своих работ, сетуя на то, что из игры пришлось вырезать около 40% текста, а оставшийся спешно приводить в божеский вид из-за крайне сжатых сроков. Ситуацию хоть чуточку должен был исправить обновленный перевод с японского, но дождаться его у нас получилось уже только в ремастере. Мало того, что разработчики заморочились и озвучили в нем все диалоги, так они еще и вернули значительные куски оригинального сценария. Персонажи общаются друг с другом куда активнее и встречают утро в гостинице за чашечкой чая и воспоминаниями о прожитых недавно приключениях. Конечно, сказочную сладость оригинала это нисколько не умаляет, и образы основных действующих лиц так и остаются архетипичными на грани корейхатуры. Хорошо это или плохо зависит от того, насколько вы сами перевариваете столь невинные и простые истории. Но при этом игра ухитряется еще заигрывать с отсылками к нашей реальности, то и дело вбрасывая ситуации, заставляющие начать думать о творящихся событиях немного с другого ракурса. Например, в одном моменте мы находим некие реликвии древних, которые на деле оказываются аудиозаписью какой-то там телевикторины, а когда попадаем в форт маны, то успеем разок-другой покататься на метро в компании оживших мертвецов. То есть мир маны это на самом деле постапокалипсис нашей цивилизации? Или просто какие-то элементы из нее попали туда на правах ожившего воображения? Впрочем, дальше таких вот полунамеков Secret of Mana никогда не заходит. Но чего вы хотите от игры, где нам надо по сюжету надавать по жопе озверевшему Санта-Клаусу? А вот с музыкой дела обстоят гораздо лучше, хотя тоже не без сложностей. За звуковое наполнение игры отвечал уже не Кензи Ито, работавший над первой игрой серии, а Хироки Кикута, для которого игра стала первым самостоятельным видеоигровым проектом. И надо сказать, постарался он очень неплохо. Радует такое обилие приятных и мелодичных композиций, пусть и фоновых в основной массе. Впрочем, в самой игре они звучат вполне гармонично, а некоторые особо душевные представители хочется слушать на повторе отдельно. Особенно качество инструментов порадовало. Для 93-го года это просто шик. Почти что на уровне Юдзу Кассира в игре Актрайзер. Но блин, есть несколько треков, которые явно делались на отстань, поскольку от их звучания просто вытекают барабанные перепонки. В защиту скажу, что подобное встречается не часто, поэтому сильно в уши не бросается. А вишенка где? Правильно, в местных боевых темах. Их всего лишь три, зато каких! Вот тут-то композитор выужился на полную катушку и создал одни из самых уникальных тем боссов в жанре. Вот, например, Danger. Стандартная тема босса является основной на протяжении всей игры. На фоне спокойненького и мелодичного саундтрека просто сносит башню. Безумно скоростной и агрессивный трек, который для битв с местными недругами подходит идеально. Хоть и выбивается из стиля. The Oracle. Тема предпоследнего босса. Вот это уже просто хардкор какой-то. Более нездоровой композиции надо еще поискать. Дичайшая смесь потусторонних колоколов, жесткого бита и... Обезьяньей песни Рамаяны. Атмосфера непередаваемая. Кикута вообще славится умением заставлять колокола звучать, как самые настоящие вестники апокалипсиса. Meridian Dance. Тема финального босса. В отличие от двух предыдущих, куда более мелодична. Этим и цена. Неоднократно видоизменяясь в звучании, она является отличной кульминацией ко всей игре. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, с дополнительным контентом японцы пожадничали, но популярность игры положительно сказалась на наличии фанатских ремиксов и додзинзи-альбомов, так что и после саундтрека будет что по игре послушать. Но одну аранжировку я все-таки не могу не отметить. В 93-м году, когда вышла игра, оригинальный саундтрек получил очень интересную авторскую версию от самого Хироки Кикуты, который выпустил концептуальный альбом Secret of Mana Plus, состоящий всего из одного трека. Зато какого? Композиция длится без малого 50 минут, на протяжении которых одни музыкальные ландшафты сменяются другими, а инструменты переходят от природных шумов к звуку телефонных клавиш, как бы это странно не звучало во всех смыслах. Чисто полет композиторской фантазии, соответствующей тематике самой игры. КОНЕЦ КОНЕЦ Что касается того, как оно играется, здесь все с этим, ну, сравнительно хорошо. Кроме того, что экран приходится толкать чуть ли не у самой его границы. Ну не понимаю я этого. Эх, ну ладно. Как и во многих JRPG, игра делится на исследовательский и боевой режимы. В первом герои путешествуют по городам, общаются с неиграбельными персонажами и толкают сюжет вперед, а во втором месяц недруга в реальном времени. Ну или относительно реальном. Дело в том, что на совершение атаки нужно дождаться заполнения полоски действия, иначе нетерпеливый игрок будет постоянно либо бить в молоко, либо наносить крайне незначительный урон. Очень рекомендую как можно быстрее разобраться с механикой убиения обычных врагов, иначе можно конкретно так и намучиться. На атаку монстры реагируют тремя разными способами. Никак. Персонаж промахнулся, бывает. Контужен. Обычно этому сопутствует какая-либо гримаса недруга. В этом состоянии противник недосягаем для ударов, поэтому бить его смысла нет. Все равно будет стопроцентный промах. Без сознания. Если вы одной атакой сняли существенную часть здоровья злыдня, тот отлетает назад, плашмя приземляется и так лежит секунду-две. И в этом состоянии его можно и нужно пнуть еще раз, чем вы или ваш напарник обязательно должны воспользоваться. Если зажать кнопку атаки, то шкала действий начнет заполняться сверх меры, открывая для использования всяческие спецудары, которые очень больно бьют, охватывают куда большее пространство и крайне редко промахиваются. Верхний предел шкалы будет зависеть от того, насколько хорошо прокачано оружие и умение того или иного персонажа применять его по назначению. Само оружие усиливается с помощью так называемых оружейных сфер, которые находятся по всему миру и отдаются местному кузнецу на переплавку. Усиление арсенала – это самый важный элемент геймплея наравне с покупкой брони в магазинах. Враги со временем будут становиться все более и более толстокожими, а перековка оружия – единственная эффективная возможность сделать физические атаки персонажей сильнее. Что же касается совершенствования умения пользоваться тем или иным оружием, то развивается оно на поле брони посредством, собственно, применения оружия по делу. За каждого убитого врага все персонажи получают одно-два очка к владению тем видом оружия, которое они держали на данный момент в руках. Всего на каждый уровень нужно собрать 100 очков. Именно этот уровень и будет определять верхнюю границу полоски действия для использования спецатак. Как только уровень умения вводения оружием поравняется с уровнем самого клинка, то прокачка останавливается до тех пор, пока игрок не найдет еще одну сферу и не отдаст ее кузнецу. Всего максимальный уровень в игре – 8, различных видов оружия – тоже 8. Итого 64 различных спецприема, что очень неслабо. Не повезло только бумерангу. Глючный он какой-то. По задумке он должен описывать дугу и возвращаться в руку владельца. Но иногда этот самый владелец может его по тем или иным причинам не поймать. Как итог, бумеранг улетает за пределы экрана и оставляет персонажа беззащитным перед ордами врагов. Благо он магическим образом возвращается через пару-тройку секунд с другой стороны экрана, но впечатление уже испорчено. С магией же ситуация куда проще. Ей можно пользоваться всегда и независимо от готовности шкалы атаки. Но прежде чем она будет способна нанести хоть какой-то существенный вред, ее тоже нужно раскачать. Новые стихии получаются по мере развития сюжета, и все они начинают с нулевого уровня. Развиваются они аналогично оружию, только время от времени придется бегать в гостиницу восстанавливать ману. Практика показывает, что 5-7 уровней вполне достаточно, чтобы втаптывать в грязь даже самых злостных боссов. Также и в исследовательском, и в боевом режимах доступно пресловутое кольцевое меню, объединяющее инвентарь, экипировку, магию, статистику и настройки, и пытающиеся при этом быть удобным. И у него это почти даже получается. Но разработчики почему-то не додумались сделать парочку очевидных вещей. Допустим, мне интересно посмотреть текущее состояние прокачки оружия всех персонажей. Я захожу в меню Рэнди, нахожу под меню настроек и статистики, там нахожу пункт уровень, и мне показывается статистика персонажа по данной теме. Чтобы переключиться на другого персонажа, я должен выйти из статистики, переключиться на кольцевое меню другого персонажа, и снова открыть статистику. А можно было бы, не знаю, кнопку Select нажать, все равно без дела торчит. С экипировкой еще страшнее. Открыть меню персонажа, найти под меню настроек и статистики, выбрать пункт Экипировать, в одном под меню Экипировать шлем, в другом Доспех, в третьем Кольцо, перейти в меню другого персонажа, повторить. Инвентарь, кстати, тоже отличился нестандартным решением. Одновременно носить с собой можно только 4 одинаковых предмета. Да, всего 4 восполнителя здоровья, 4 восполнителя маны и тому прочее. Ну что ж, по хардкору так по хардкору. Но ведь персонажей-то трое, а игрок всего один. Как быть с остальными? За них отвечает компьютер, который, я должен отметить, более или менее справляется с возможной на него задачей. Но фишка не в этом. С помощью разветвителя контроллеров, ну или эмулятора с сетевой игрой, вы вполне можете позвать двух друзей и играть в Secret of Mana втроем в реальном времени. Вот это уже круто. Кооп в японской ролевой игре 93-го года. Очень, кстати, советую попробовать. Будучи экшен-РПГ, игра проходится в разы бодрее своих классических собратьев, но это навожило существенные ограничения на ролевую систему. Например, параметры персонажей прокачиваются независимо от игрока, так что на них сразу можно забить. Единственная геймплейная нелинейность это предпочитаемое оружие и магия. Но в отличие от Final Fantasy V с ее системой работ, гриндинг уровней для оружия и заклинаний здесь куда более щадящий и не ест так уж много времени. Тем более, раскачивать оружие сверх меры вообще нет надобности. Нет, спецприемы круты и на поздних уровнях весьма болезненны. Камнем преткновения стала эта распроклятая шкала действия. Как я уже говорил, для извлечения из героя особо болезненного взмаха клинком нужно зажать кнопку атаки и дождаться, пока шкала заполнится до определенного уровня. На один уровень приходится около двух секунд, поэтому, чтобы использовать спецприем шестого уровня, герой должен прождать около 12 секунд. И это при условии, что его никто не будет кусать. В экшен-РПГ, ага, такое гениальное авторское решение привело к тому, что способности выше четвертой на практике практически не используются. Но это еще и не все странности. Цифровые мозги компаньонов временами просто выводят из душевного равновесия. Несмотря на то, что ИИ можно немного поднастраивать, управляемые компьютером персонажи имеют тенденцию время от времени тупить. То в кустах застрянут, то на враге споткнутся и никуда не пойдут до тех пор, пока не убьют его, то еще чего чудят. Второе особенно бесит, ибо оно часто приводит к первому. Поскольку Secret of Mana это экшен-РПГ, возникает вполне естественная потребность пробегать мимо тех врагов, которые и так мрут с одного-двух ударов и практически не приносят опыта. Искусственный интеллект думает иначе, и стоит решительно против побега с поля брони. Так что фиг вам, убивайте каждого встречного, ведь игра так хочет. Но даже это еще не все. С магией вообще творится беда. Дело в том, что из-за непродуманной механики она полностью ломает геймплей. И чем дальше в игру, тем плачевнее будет становиться ситуация. В отличие от обычного оружия, которое имеет свойство иногда промахиваться, магия всегда разит в цель, будь то на прицеле герои или злодеи. Хрень начинается тогда, когда вы заметите, что анимация заклинания обездвиживает цель до тех пор, пока на экране не высветится нанесенный или полученный урон. В результате чего можно чередовать магию прим и попои, и просто нафиг закидать недруга волшебством, не дав бедолагам и шагу ступить. От подобного произвола призван был избавить жесткий лимит на использование магии в виде острой необходимости прокачки умения пользоваться той или иной стихией, малого количества маны на персонажа и постоянной нехватки восполнителей оной, но счет не сработало. Как показывает практика, тратить магию на обычных врагов занятие крайне расточительное, поскольку они хорошо выносятся и обычным оружием, если его своевременно прокачивать. Поэтому шаблон получается примерно такой. Экономим ману, выносим врагов, доживаем до босса и сжигаем его нафиг. При всем этом, игра не может получить от меня оценки выше, чуть лучше среднего, несмотря на все имеющиеся достоинства. С колокольней 2021 года она все еще красива визуально, хороша музыкально и просто весьма душевна, но незначительный сюжет и малость косячный геймплей могут сильно подпортить впечатление. На этом серии мана у меня пока все. С остальными играми в серии мне бы не помешало сначала ознакомиться. Впрочем, планов громадье, так что без новых видео я вас не оставлю. Ну а пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!